Привет! Я Таня Зеленкова, автор программы «Материнство Живой Вселенной». А сегодня мне бы хотелось поговорить с вами о дереве. Фактура дерева, узоры на фанере – ничто иное, как информация, записанная деревом за всю его долгую жизнь. Такой черный ящик мыслеобразов живого существа, молчаливого и кроткого. То, что дерево запомнило, то, что оно чувствовало, пока росло. Отпечаток, след души, а, возможно, голос духа. Понятие человеческой души эфемерно, недоказуемо. Душа же дерева продолжает свое бытие и после того, как его плоть разрублена на куски, разрушена. Живой аромат древесины сохраняется еще много дней после гибели дерева. Когда дерево срублено, оно становится как глухонемой, да еще и слепой ребенок. Корни его продолжают жить, хоть и в полной темноте. В Библии, в книге Иова, в главе 14-й, проводится такая параллель, что для дерева-то есть надежда, что оно, если и будет срублено, снова оживет, и отрасли от него выходить не перестанут. Если и устарел в земле корень его, и пень его замер в пили, но лишь почуяло воду, оно дает отпрыски и пускает ветви, как бы вновь посаженные. А человек умирает и распадается, отошел, и где он? Да я практикую сотворчество с деревом. Вы знаете, я яростно защищаю право каждого дерева на рост и жизнь, потому что так горько видеть, что сок, срубленный еще по осени березы, покрывает пень и на следующую весну, словно это деревце кровоточит. И очень горько я оплакиваю смерть этих удивительных созданий, способных своим дыханием поддерживать жизнь стольких живых существ на этой планете. Я очень люблю деревья. Каждое дерево крепко держится корнями за эту планетку, а ветви свободно касаются звезд. Когда ко мне попадает лист фанеры, а надо сказать, я не покупаю, не оплачиваю вот эту вырубку деревьев, и если такое случается, ну, допустим, друзья, чаще всего, конечно, друзья приносят мне фанеру, потому что знают, что я очень уважаю, люблю этот материал. И вот я долго разглядываю, серьезно знакомлюсь, ну, вот с этим кусочком души, дерево. Можно сказать, что, знакомясь с материалом, я вижу знаки. Первый такой опыт увенчался моей картиной «Её религия». Я просто увидела образ женщины острова, цветка, радуги, реки и расставила цветовые акценты. В этом я и вижу сотворчество с природой.